Спасибо, Иисус! Аллилуйя! Вы можете сесть. Спасибо. В духе, скажу, счастливой Пасхи. Аллилуйя! Давайте посмотрим на аспект слова «страх». Сейчас, в последние времена, есть проявление этого духа, духа страха. Страх. 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 Аллилуйя! Я посмотрю свою Библию. Давайте посмотрим на начало этой тенденции, до того, как Иисус был распят. Аллилуйя! Путь. Мы должны посмотреть на путь. Мы обращаем наше сердце к книге Луки, 22 глава. Обратите свое сердце к путешествию в Луке, 22, 39. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Илеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился. Послушайте это. Сейчас текст доказательства, стих 42. Если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя, да, будет. Я могу ощутить выражение страха. Не моя воля, но твоя, да, будет. Давайте рассмотрим еще раз. Отче, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя, да, будет. Стих 43. «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Вот здесь давайте рассмотрим это с точки зрения страха. Мы живем в последних временах. И проявление духа страха повсюду. Вы со мной? В последние времена. Проявление духа чего? Даже еще до того, как вы пришли сюда сегодня, вы знаете, что с вами. Вот вы сидите, и если вы услышите «Бах!», что это? Что это? Что это? Когда вы смотрите на меня, вы также смотрите куда-то еще. Если вы вдруг услышите «Бах!», едва ли вы скажете «Как дела тебе, Джошуа?» Прежде чем вас здесь не станет? Проявление духа страха. Страх неудачи, страх трудностей, бедности, страх неизвестности. Отвержение, страх, 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 страх. Что такое страх? В стихе 39. Если вы хотите дать определение страху, вы определите его совсем не так, как вы его знаете. Страх – более обманчивый враг, чем сатана. Когда вы узнаете, что кто-то болен, это не болезнь убила этого человека, а страх этой болезни. Это не болезнь или ваша трудность убивает вас, а страх перед этой трудностью. Это не ситуация, в которой вы находитесь, постепенно убивает вас. Это страх этой ситуации. Когда вы думаете о людях, у которых была такая ситуация в прошлом, что с ними случилось? О, они умерли. Это случилось с моим братом, моим боссом, великим человеком. Что случилось? Когда люди умирают, они рекламируют причину смерти. Теперь вы начинаете говорить «рак – смертельная болезнь». Это название. Липертония. Сердечный приступ. Что случилось с этими людьми? Страх того. Страх этого. Страх меняет фокус. Страх, страх. Хорошая новость в том, что у нас есть Друг. Святой Дух. Который может помочь набороться с этим монстром. Называемым страхом. Это случай нашего Господа Иисуса Христа в этом тексте. Он сказал, «Я здесь не для того, чтобы исполнить мою волю, но твою. Если хочешь, можешь. Но я хотел бы, чтобы из этой чаши прошла мимо меня». Это случай нашего Господа Иисуса Христа. «Святой Дух – это тот, кто поддержал Его, кто помог Ему. Хорошие новости. Святой Дух – это тот, кто поддержал Его в Гевсиманском саду, когда Он молился о чаше страданий. Говоря, «Пусть эта чаша пройдет мимо меня». Вы можете почувствовать выражение страха. «Пусть эта чаша пройдет мимо меня». Но Дух Святой пришел и наполнил Ему. «Ты здесь не для того, чтобы исполнить свою волю, но волю Отца». Да будет воля Божья исполнена. Урок, который мы усваиваем сейчас, Он сказал, «Да будет воля Божья исполнена». Я здесь не для того, чтобы исполнять мою волю, но волю Небес. Пусть исполнится воля Отца. Какова воля Отца относительно вашей ситуации? Спроси своего соседа, «Какова воля Отца относительно ваших испытаний?» Какова воля Отца относительно вашей ситуации? Какова воля Отца относительно того, через что вы проходите? Но вам все равно. Вы не хотите знать. Вы здесь, на земле, не для того, чтобы исполнять свою волю, но воля Отца. Какова воля Отца? Человек может быть болен и все же быть христианином. Человек может быть бедным и все же быть христианином. Чтобы вы не переживали, это не делает вас неверующим. Он сказал, «Пусть воля Божья исполнится». Таков голос Иисуса. Иисус разделался со страхом на его самой ранней стадии. Сказал, «Пусть воля Божья будет исполнена». Скажи соседу, Иисус разделался со страхом на его самой ранней стадии. Сказал, «Пусть воля Божья будет исполнена». Он отказался давать место страху. Он сопротивлялся ему. Он изгнал его. Страх. 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 Он разделался со страхом на его на его самой ранней стадии. Это показывает, что наличие страха это неплохо. Это когда мы таим и питаем его. и позволяем ему расти в нас, это становится проблемой. Наличие страха это не проблема. Это когда мы таим и питаем его и позволяем ему расти в нас, это становится проблемой. Страх. 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 Мы должны научиться бороться со страхом на его самой ранней стадии. Скажи соседу, научись бороться со страхом на его самой ранней стадии. Еще раз. Я вас не слышу. Еще раз. Да. Да. Мы должны научиться бороться со страхом на его самой ранней стадии. Наличие страха это неплохо. Когда вы посмотрите книгу Иоа 3.25, Ио сказал, «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне». Это Иоа 3.25. Он сказал, «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне». Скажи соседу, «Чего ты ужасаешься, то и постигнет тебя. И чего ты боишься, то и придет к тебе». Если это не излечится раньше. Это то, что мы переживаем сегодня. Когда мы начинаем делать место страху, мы даем место дьяволу. Скажи соседу, когда мы начинаем делать место страху, мы даем место дьяволу. Дьявол убивает, крадет и губит. Скажи соседу, когда ты начинаешь давать место страху, ты даешь место дьяволу. Дьявол убивает, крадет и губит. Когда вы начинаете давать место страху, кормите этот страх. Вы косвенно даете место дьяволу, позволяя ему ударить недугом, нищетой. Продолжение следует...